Новости на телеканале Дом в студии Светланы Леонтьевы. Здравствуйте. Киев не будет договариваться о мире на Донбассе с представителями самопровозглашенных республик. В составе трехсторонней контактной группы, как и прежде, будет Украина, Россия и ОБСЕ. На этом настояла украинская делегация на сегодняшней онлайн-встрече ТКГ. Говорили также о необходимости обеспечить жителей Ордло мобильной связью от украинских операторов, а жителей Луганской области качественной питьевой водой. На Донбассе ни дня без обстрелов. Из противотанковых ракетных комплексов незаконное вооруженное формирование обстреляли позиции украинских военных в районе Новоселовки. Накануне же огонь по позиции ВСУ открыли 15 раз. Самой горячей точкой был поселок Луганское в 30 километрах от Бахмута. Здесь стреляли из запрещенных минском минометов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и БМП. Пулей снайпера был ранен один украинский военный. Кроме того, с анатометов разных систем и другого легкого пехотного оружия российские оккупационные войска открывали огонь по позициях подразделений объединенных сил неподалеку населениях пунктов Орехово и Травнево и двоих рядом с Хутором Вильной. Обстрелами позиций украинских военных незаконное вооруженное формирование не ограничивается. Уже пятый день блокируют работу КПВВ на Донбассе. Речь о Марьинке и Станице-Луганской. По данным Госпогранслужбы, сегодня, к примеру, в Ордло снова не пропускали пять человек. Они вынуждены были вернуться на подконтрольную Киеву территорию. 10 июня, напомню, Украина возобновила работу двух из пяти КПВВ на Донбассе после почти трех месяцев карантина. Фактически, рух через гуманитарные дорожные коридоры остается заблокованным. Один из кричущих прикладов цинічного погоджения в том, что российские найманцы уже четыре доби получают перед своим блокпостом двоих людей, не позволяющим проехать до окупованого Донецка. За необходимостью, прикордонники и стадообенности готовы забезпечить их повернение на контрольованную территорию. Все это время застрявшим на блокпосту людям продуктами питания и лекарствами помогают местные благотворительные организации. А сейчас Марьенко закрыта. Наши коллеги, которые недалеко там, нам сказали, что там люди есть несколько, которые прибыли за последние деньги, их корнат и каким-то образом о них заботятся представители местных организаций, потому что пропуск сейчас не осуществляется. По станице сегодня тоже нам говорили, что сегодня пропуска осуществляться не будет. Тот пропуск, который был в субботу, скорее всего, такая тенденция и сохранится по заранее согласованным с так называемым ЛНР списком. Возобновили работу и КПВВ на админгранице с аннексированным Крымом. Много ли желающих попасть на материковую Украину и почему? Российские пограничники не пропускают украинцев на полуостров, узнавала Янина Лебедева. Студентка Мавилей едет в Николаев из Крыма. Карантин девушка провела дома, теперь должна пройти университетскую практику на материке. Я хотела намного раньше приехать, хотя бы в начале июня, но не получилась пандемия. Они будут по геолокации отслеживать мое местонахождение. Обязательно обсервацию отменили. Вместо нее каждый, кто проходит пункт пропуска, дает письменное согласие на самоизоляцию с использованием специального электронного сервиса ДИЯ. Владимир скачал приложение, но все же решил перестраховаться и сдать тест на коронавирус. Желающих пересечь админграницу с аннексированным Крымом оказалось не так уж много, говорят пограничники. По крайней мере, в первые сутки после возобновления работы КПВВ. Лариса, одна из 12 крымчан, кому так и не удалось сегодня попасть на полуостров. Их завернули российские пограничники. На админгранице с Крымом со вчерашнего дня работают все пропускные пункты – Каланчак, Чаплынка и Чангар. Янина Лебедева, Сергей Танчинский, Херсонская область – твой дом. А вот на пункте пропуска Шегини, это Львовская область, очередь из желающих попасть в Польшу растянулась на несколько сотен метров. Все из-за более тщательной проверки украинцев польскими пограничниками. Всем без исключения измеряют температуру, а затем проверяют, насколько законны причины въезда в страну. Чтобы ожидание было комфортным, украинская сторона развернула для выезжающих палатки и обеспечила доставку питьевой воды. «Біля шести годин десь. Важкі умови. Довго стоїмо, вже заморилися, мокрі, дождь на голову йде. Туалет далеко, зараз чергу своєму боюсь втратити». «Якщо у нас в середньому за добу на вхід в Україну оформляється біля 600 осіб, то на вихід на даний час у нас майже 2,5 тисячі громадян України виходимо на Республіку Польщу на керівництво, даби разом з Міністерством закордонних справ відновити рух залізничних потягів». Антирикон в Доронецькій області накануне ковид-19 подтвердили сразу у 42 дончан. Больше всего в Краматорске – 8 человек. Среди них – 17-летняя девушка. А в Селидово коронавирус выявили у 5-летнього мальчика. По словам главы облгосадминистрації Павла Кириленко, сегодня от осложнений, вызванных ковид-19, скончалась жительница Бахмута. Это уже седьмая смерть от коронавируса в Донецькій області. «42 нові випадки за добу свідчать про те, що люди просто забили про те, що в нас діють обмеження послаблення карантинних заходів, але не завершення карантину. Формулювання того, що люди втомилися, як я це дуже багато чую, і слово «втомилися» інакше, як в лапках, я не можу взагалі застосовуватися. Ця, вибачте, втома наразі приведе до того, що такі антирекорди, я б не хотів, щоб це відбулося, будуть далі встановлюватись і встановлюватись». А вот во временно неподконтрольних районах Донецькой області і вовсе перестали делать тесты на ковид-19. Діагноз с начала пандемії підтвердили у більше чем 800 жителів Ордо. І це лише по данам самопрозглашённих властей. Неблагоприятна епідемна ситуація, однак, не мешає готовитися к военному параду по случаю годовщини победи над нацизмом во Второй мировій войне. В Ордо його планирують провести синхронно з Москвою 24 іюня. Не уменьшається і количество заболівших ковид-19 в целом по країні. За минувші сутки діагноз підтвердили ще у 656 українців. В трійці антилидерів Львовська, Закарпатська області і Київ. У нас і зростає кількість госпіталізованних осіб, у нас зростає кількість людей, яких є пневмонія. Ризик інфікування, він максимально знижується, якщо ми носимо маски, якщо ми користуємось антисептиками, якщо ми дотримуємося соціальної дистанції. Штраф или даже лишення свободи може грозити директору одной із столичних школ. Женщина, зная, що заражена ковид-19, пошла на роботу і общалась з большим количеством людей. Госпродпотребслужба Києва вже потребовала від правоохранителя відкрити проти неї уголовне дело. Об цьому заявив столичний градоначальник Віталій Кличко. Він також сообщив, що больних ковид-19 выявили і середі персонала трьох детських садів Києва. Хочу звернути увагу всіх щодо відповідальності за нараження інфіковані на небезпеку інших людей. Якщо ви почуваєте зле, якщо маєте симптоми коронавірусу чи вже підтверджений діагноз, то ізолюєтеся вдома, викликайте лікарів, не йдіть в публічних місцях. Несмотря на скачок заболеваемости ковид-19, Україна сьогоднішнього дня все ж возобновила международне авиационне сообщення. Наша съємочная група отправилась на поезде Київ-Борисполь-экспресс, щоб вияснить, багато ли пассажирів в аеропорту і куди намерена улететь. Утренним рейсом Бориспольського експресса Ксінія направлюється в аеропорт. Оттуда вперві за нескільки місяців влітить в другу страну на роботу. Я їду на роботу, я моряк. Я сама з Одеси, приїхала в Київ. І з Києва там буде 5 пересадок, і буду, ну, прибуду в Марокко. Перед отправлением у каждого пассажира проверяють температуру і наличие маски. Вагоні також обязательно дистанція. Однака, пока людей немного. Це зранку їхало на Борисполь 7 пассажирів. З Борисполя на Київ було жодного пассажира. І ось тепер їдемо також 8 пассажирів. До карантина він був переважно заповнений. Було багато людей. Количество рейсів в аеропорт сократилось в нескільки раз, говорят машинисты. До карантина Борисполь-экспресс совершав 57 рейсів в сутки. Сейчас – лишь 12. Дуже мало, так як у нас колектив здоровий, багато людей, машинистів, локомотивних збрагатів сидять вдома, простої, на охороні. Ми сьогодні робимо, завтра другі будуть робити там. Не накатують норму годин, менше все буде. Мінськ, Дубай і Амстердам. Іменно в ці міста сьогодні з аеропорта Борисполь отправились перші регулярні авіарейси. Пассажири проходять регістрацію в термінале Д. Допуск в термінальний комплекс тільки тих пассажиров, які мають перевізний документ, тобто квиток чи посадковий білет, квиточок. Це обмеження щодо знаходження в захисних масках на території аеревокзального комплексу. Це температурний режим, який дозволяє зрозуміти чи допускати пассажира до виконання польоту. А все інше – це звичайно вже такі санітарно-карантинні заходи, які в цілому за ці три місяці ми вже, напевно, краще знаємо чи ніж інше. В країнах, які вже заявили о готовності принимати авіапассажирів, действують разные правила. Наприклад, в США і Албані іностранців пускають без ограничений. По прилету в Великобританню, Ірландію і Беларусь потрібно буде пройти 14-дневну обсервацію. Лада Цуркан, Валерий Бакус, Дмитрий Борщ, Евгений Савицкий, Київ, Борисполь, Твой Дом. Немедленно выплатить компенсации семьям погибших от ковид-19 медработників, а також тем, хто після зараження коронавірусом получив інвалідність. Цього від Кабінету міністрів потребував президент Владимир Зеленський во время традиційного селекторного совещання. Тепер, згодом закону, в случае смерти от ковид-19 медработник прирівнюється к воєннослужащому. Наші медики – герої. Це безсумнівно. Держава має дякувати їм не просто на словах. Я уже порушував питання страхових виплат медикам, постраждалим у боротьбі з коронавірусом. Був час на бюрократію, тепер час виплачувати допомогу. Кабмін має зробити це якнайшвидше. Во время карантина в мире возросла статистика киберпреступлений в отношении детей. Причина проста – дети и преступники більше времени проводили в інтернете, заявила в ефірі программа «Официальный разговор» на телеканале «Дом» советник і вице-прем'єр-министра, министра цифрових трансформаций України Анастасія Дьякова. Она отметила, часто пострадавшие от киберпреступлений не обращаются за помощью. Гораздо правильнее, мне кажется, да, обучить ребёнка, чтобы этого не случилось, чем потом его восстанавливать после этой огромной травмы. Также происходит изменение законодательства. В Украине, например, мы сейчас работаем над криминалізацией груминга. Груминг – это налаживание доверительного контакта с ребёнком с целью сексуального насилия. Также мы запустили чат-бот, такой канал советов, наверное, в Телеграме, куда ребёнок может обратиться со своим вопросом и сразу же найти ответ. А также на самом сайте можно найти линию, куда можно сообщить о материалах сексуального насилия над детьми. Страны ЕС ревнуются за право первыми обладать вакциной от COVID-19. С Нидерландой, Италией, Францией инвестируют миллионы в экспериментальные препараты, а Германия покупает акции компании-разработчика. Николай Старков продолжит тему. Германия купит 23% акций фармакомпании, которая занимается разработкой вакцины от COVID-19. Цена вопроса – 300 миллионов евро. Об этом заявил Петер Альтмайер, федеральный министр экономики и энергетики Германии. Мы не знаем, когда и какая компания первая разработает вакцину, доступную и готовую к запуску на рынок. Но мы знаем, что эта компания – одна из ведущих в этом направлении. Мы не продаем наши главные драгоценности. Я прочел в газете, что американский президент предложил выкупить нашу компанию специально для того, чтобы разработка стала американской. Я связался с соуправляющим профессором Хеттингом, чтобы сказать, это не обсуждается. Накануне Еврокомиссия призвала страны ЕС объединить усилия для разработки вакцины. Мы должны понимать, что как команда ЕС мы должны работать сообща, чтобы безопасная и эффективная вакцина могла появиться как можно скорее. Германия, Франция, Италия и Нидерланды на днях подписали первый контракт на закупку 300 миллионов доз вакцин от коронавируса. Об этом объявило немецкое министерство здравоохранения. В самом благоприятном случае разработка вакцины может быть завершена к концу года. Еврокомиссия выделила для этой цели 9,5 миллиардов евро. Николай Старков, Телеканал Дом. Упрощение визового режима и совместная борьба с COVID-19. Эти вопросы по телефону обсудили президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо. Кроме этого, собеседники в очередной раз подтвердили необходимость восстановления территориальной целостности Украины. Евроинтеграция, возвращение Крыма и Донбасса и поддержка украинского бизнеса. Все это прописали в программе деятельности правительства. Это уже вторая версия документа. Предыдущая стратегия Кабмина поместилась на 10 страницах. Парламент ее отправил на доработку 4 июня. Теперь задачи для каждого министерства с учетом предложений от народных депутатов изложили на 85 страницах. Уже в этот четверг ее обсудят в сессионном зале. Это более серьезный документ. Критика, всегда есть критика. Я не помню ни одной программы дьюридов, которую бы не критиковали. У этого варианта программа в разы больше шансов быть проголосованным и поддержанным в зале, чем у того варианта, который был с самого начала. Программа покращилась из своего первого варианта. Действительно, она в объемах приблизительно в 10 раз увеличилась и, в принципе, набагато чуткише. И враховывает большинство рекомендаций, которые давали профильные комитеты. Военно-морские силы Украины возглавил контр-адмирал Алексей Нишпапа. В Одессе нового командующего представил министр обороны Андрей Таран. Статус партнера НАТО и участие в переговорах за мир на Донбассе в нормандском формате – это главное достижение украинского МИДа за 100 дней работы. Об этом рассказал глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. В начале июня, напомню, в Берлине встретились главы МИДа стран Нормандской четвертой, как и Украины, Германии, Франции и России. 7,5 тысяч дорожных строителей трудоустроили благодаря проекту «Дороги и работа». Это данные Украфтодора. Совместный проект правительства, офиса президента и службы занятости с начала года привлек к строительству дорог почти 19 тысяч украинцев. Мы запустили проект «Дороги и работа». К нему присоединились 15 компаний. Есть дорожная отрасль, которую мы непосредственно вовлекаем. На пике сезона это 38 тысяч людей. Есть смежные отрасли, карьеры, логистические компании. Там примерно 110 тысяч, как мы рассчитываем. Таким образом, за небольшой промежуток времени эти 15 дорожных компаний, которые участвуют в проекте, трудоустроили 7,5 тысяч человек. Театральный сезон продолжен в Северодонецке. Спектаклем Наталка Полтавка встретил зрителей после ослабления карантина Луганский областной мус-драмтеатр. А после представления актеры пригласили всех на пикник. Там побывала и наш корреспондент Анастасия Волкова. На сцене знаковая для труппы постановка пьесы Ивана Котляревского «Наталка Полтавка». Именно с неё Луганский театр начал свою работу в Северодонецке. Сюда коллектив переехал после начала вооружённого конфликта в Луганске. В зале немногим больше десятка людей. Горожане ещё не знают о том, что театр открылся после карантина. Количество билетов ограничено – 85 штук на спектакль. А зрительский зал вмещает четыре сотни людей. И вот сегодня мы пораховали, таким образом рассадили людей, чтобы между ними была дистанция в полтора метра, чтобы они не торкались одне одного, чтобы они находились через ряд в лядацькой зале. Виктория смотрела «Наталку Полтавку» несколько раз. Хотя знаешь сюжет, знаешь, что уже ничего не изменится, но и те эмоции, которые тебе передают актеры под час своей игры, они какого разу новые, какого разу захопливающие. И ты постоянно как-то поринаешь эту историю и уже как-то вважаешь себя, возможно, её частиною. Иван Чербул на сцене 35 лет. Артист рассказывает, самое сложное испытание для него – не выходить к зрителям. Мы работаем для глядача. Нема глядача, нема театра. Три месяца были, так бы сказать, на домашнем аресте. В карантине актеры подготовили премьеры трех новых постановок. Работали онлайн. Ты видишь своих улюбленных коллег только на мониторе. И нет такого, чтобы почути один одного, энергию обменяться. Сегодня, хоть мало людей, энергия, просто обмен энергии был наизвычайный. Просто все было просто на высшем классе. Мы дочекались. Нарешті. После спектакля актеры пригласили зрителей на пикник. Такие неформальные встречи планируют устраивать все лето. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов. Северодонецк. Твой дом. С пожеланием крепкого здоровья и оптимизма я прощаюсь с вами до 23.00. А наши новости на каналах Фейсбук и Ютуб вы можете смотреть в любое удобное для вас время. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин